Друзья мои, всем доброго времени суток! И сегодня мы будем с вами делать вот такой вот эффект. Отлично! И еще раз. По-моему, неплохо. Итак, давайте начнем. Работать мы будем с исходным же материалом, который использовали в прошлом уроке. Опять-таки, модель у меня довольно-таки высокополигональная остается. И давайте начнем. Значит, создадим простейший материал и накинем его на текст. Далее, переходим в деформаторы и выбираем деформатор смещения. Подчиняем его дочерним объектам и производим настройки. Заходим во вкладочку затенения, шейдер и выбираем цвет. Далее, в настройках объекта давайте укажем смещение. Ну, здесь смещение вы будете подбирать индивидуально, насколько вас устроит. Ну, я выставлю сотню. Так, стоп, 100 сантиметров. Вот, чтобы был такой немножко как бы мультяшный эффект. Тип интенсивности ставим просто интенсивность. Отлично! И теперь добавляем ослабление. Давайте для начала поставим линейное ослабление. Растянем его таким образом, чтобы оно примерно занимало, ну, наверное, половину слова, я думаю, хватит. Вот, смотрите, уже идут изменения. Да, на пол слова хватит. И производим его настройки. Во вкладке поле выставляем направление минус x. Заходим в преобразование. Так, здесь давайте сместим бегунок вниз. И находим режим контура. Здесь выставляем сплайн, чтобы все у нас было плавно. Так, очень хорошо. Все остальное оставляем по умолчанию. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот я двигаю линейное поле, и мы видим, какие у нас происходят изменения. Давайте пока его сдвинем до конца и создадим еще одно поле. На этот раз мы будем создавать с вами поле случай. Заходим в настройки поле. Выбираем режим случая шум, если оно не стоит. Тип шума мы поставим кранал. И в данном поле смешивание сменяем с максимального на вычесть. Давайте, находясь во вкладке поле, у поля случая, масштаб выставим, допустим, 4000%. И скорость анимации, ну, допустим, 10%. Очень хорошо. Теперь выбираем линейное поле и проанимируем его. В нулевом кадре я смещу его за пределы слова. Поставлю ключ. Перейдем в последний кадр. Протяженность анимации в данном случае у меня 120 кадров. Записываем ключ. И для того, чтобы немножко сгладить эффект, можно добавить Subdivision Surface. Ну-ка проверим. Это немножко затормозит рендер, но эффект будет смотреться более круто. Ну что ж, давайте-ка сделаем рендер еще раз, уже сглаженной геометрией, и посмотрим, что получилось. Почему я предлагаю сделать еще раз рендер, потому что сейчас, который я вам показывал в начале видео, там Subdivision Surface не стоял. Итак, рендер закончился, и теперь мы можем видеть, как выглядит данный эффект с модификатором Subdivision Surface. Ну что ж, палец вверх, если урок понравился, палец вниз, если урок не понравился. С вами был Александр, не забывайте подписываться на наш канал и нажать колокольчик. Всем счастливо!